Всем добрый день! Меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер компании Гильтек по профессиональной косметике. В сегодняшнем видео я хотела бы поговорить об активном ретиноле и уходе за кожей с активным ретинолом, который используется стелью Anti-Age. Ретинол является одним из самых востребованных компонентов, если идёт речь об уходе за кожей Anti-Age направленности. И надо изначально вспомнить, в каких формах может встретиться в средствах ретинол. Чтобы нам отличить, какой ретинол действительно будет активный, который будет действительно работать как жёсткий Anti-Age, на котором мы, кстати, достаточно много уже информации на нашем канале выложили, так что можете предыдущие какие-то видео наши тоже посмотреть, более развернутые, или, может быть, вебинары для специалистов, которые посвящены, например, ретинолу, кептидам, кислотам в уходе. Но я хотела бы отметить кратенько, что формы ретинола бывают разные. Есть, например, эфиры ретинола, то есть пальмитат, ацетат, которые используются чаще всего именно для того, чтобы оказать антиоксидантные действия, чтобы, условно говоря, не окислился наш крем. И свободные радикалы не сильно агрессивно воздействовали на нашу кожу, вызывая, провоцируя фотостарение, например. Есть ретинол, следующая форма, чистый ретинол. Это уже, так сказать, ингредиент, который относится к жёсткому Anti-Age, если можно так выразиться. И это уже активный ретинол. Следующая форма, ретинолегид, тоже относится к активному ретинолу. Ну и, собственно, ретиноевая кислота, которая не имеет права применяться в косметике, по крайней мере, в нашей стране. Она применяется в лечебных средствах, как правило, использующихся при акне. Так вот, если у вас в средстве присутствует активный ретинол, то надо соблюдать все правила и нюансы его применения. Учитывая то, что этот компонент достаточно агрессивный, и просто использовать такое средство, например, как наш ретидерм 0,25 или ретидерм 0,5, как обычный уходовый крем или сыворотку, не получится. Есть свои особенности. Первый важный момент – это то, что концентрация ретинола должна начинаться с минимальной, то есть мы начинаем всегда с минимальной концентрации, например, 0,25. И когда мы уже использовали ретинол с этой концентрацией 2-3 месяца, после этого мы можем перейти на более высокую концентрацию, если в этом есть необходимость. И, например, с кратностью нанесения этих препаратов, с ретинолом, тоже можно играть. То есть начинаем мы всегда с более редкого нанесения, то есть 2-3 раза в неделю. Некоторым достаточно этого всегда. Использовать, например, 2-3 раза в неделю больше не нужно. Но большинство переходит потом на использование через день. Ежедневное нанесение практически никому не нужно. Более того, оно чаще всего провоцирует как раз те самые прогнозируемые побочные эффекты, которые характерны для ретинола активного. Например, сухость кожи больше, чем надо. Или повышенная чувствительность кожи. Или даже раздражение и шелушение. И когда у нас вот эти побочные эффекты начинают возникать, мы можем играть с кратностью нанесения. То есть, например, уменьшить кратность нанесения. То есть, использовали уже через день, перешли опять на 2-3 раза. Можем отменить ретинол на 4-5 дней. Кожа немножечко восстановится. Мы увеличим количество смягчающих, увлажняющих средств в уходе. И потом опять вернемся к ретинолу. Второе важное правило – это правило горошины, как я его называю. Это количество нанесенного препарата. То есть, не нужно стремиться нанести ретинола много. Один, на самом деле, одно нажатие дозатора нашего ретидерма или одна порция крема величиной с горошинку достаточно для нанесения практически на любого размера лицо. Если мы используем еще, естественно, на шее и декольте, то это будет еще одна горошинка. И следующий важный момент – это когда наносить ретинол? Ретинол он любит вечер. То есть, его не наносит утром, нежелательно его наносить утром. Если у вас в креме антиоксидант, ретинол, пульметат, ацетат – это нормально. То есть, вы можете использовать его утром. Но если у вас средство с активным ретинолом, то вы его наносите на ночь. И важно еще, что наносить его лучше всего на сухую кожу. То есть, не просто кожу, которую вы подсушили полотенцем после умывания, а когда прошло еще минут 15-20 хотя бы, для сухой, очень сухой кожи или с повышенной чувствительностью потенциально, конечно, когда кожа в обострении, чувствительность очень сильная, не надо просто использовать ретинол. Так вот, если кожа склонна к повышенной чувствительности или она сухая по типу, то лучше подождать даже полчаса, потому что дело даже не в том, что кожа сухая на ощупь, а то, что она должна успеть выработать немножечко кожного сала для того, чтобы снизить агрессивность самого ретинола, который мы будем на кожу наносить. Если нам понадобится, например, какое-то смягчающее средство, крем, к примеру, нанести потом, то наносить его мы будем уже через час после того, как мы нанесли активное средство с ретинолом. Что еще я бы отметила, это то, что люди забывают, например, о том, что нужно днем использовать СПФ, если они пользуются ретинолом, например, в осенне-зимний период. Несмотря на то, что за окном может быть индекс инсоляции не превышать 3 балла, желательно, конечно, чтобы хотя бы СПФ 15 у вас в креме был. Да, а лучше 30-ку для верности. Это вот такие основные, наверное, нюансы, которые я хотела бы озвучить именно по применению ретинола. Кроме того, конечно, надо помнить о противоказаниях. Активный ретинол не следует применять при беременности, и в том числе при планируемой беременности, и на поврежденную чувствительную кожу. Это всегда написано в инструкции, но наш человек, что достал мануал, значит сломал. Поэтому читаем инструкцию всегда потом, когда уже что-то случилось. А лучше, если мы покупаем средства с активным ретинолом, ознакомиться с инструкцией, или как вот у нас на сайте, например, есть видеообзоры, как раз, чтобы во всеоружии понимать, как правильно использовать это средство. Есть еще небольшие такие отклонения, можно сказать, когда ретинол, содержащий средство, используется для подготовки к ретиноевым или желтым пилингам. Там немножечко другие схемы используются, и их должен назначать, как правило, специалист, который будет проводить вам этот пилинг. И чаще всего там ретинол используется минимум в 0,5% концентрации, ну иногда и 0,25%, но чаще, например, 0,5% используется, чтобы кожа быстро ретинизировалась, есть такой термин, то есть накопила этот ретинол, отшелушилась, возможно, и пилинг потом более равномерно воздействовал, но такой метод, конечно, достаточно агрессивен, потому что человек испытывает все 33 удовольствия ретиноевого дерматита, пока 4 недели готовится при помощи ретинол-содержащего препарата, ежевечерне применяемого, например, к желтому пилингу. Но там цель немножко другая, побыстрее, поагрессивнее, ну потому что пилинг, мы привыкли, что это всегда достаточно агрессивное воздействие, чаще всего, которое потом требует еще и последующей реабилитации. Вот это все, что я хотела озвучить. Буду очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, можете поставить дизлайк, если вдруг оно вам не понравилось, и оставляйте в комментариях ваш опыт, ваши какие-то вопросы, и мы с удовольствием на их ответим, я на них отвечу, если они будут адресованы лично мне, и все ваши комментарии будут помогать продвижению нашего канала, а мы стараемся, чтобы он был для вас полезен. Всего вам доброго, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok